Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего канала на YouTube, моего блога, моих сайтов. Я, Афролов Юрий Андреевич, хочу сегодня вам рассказать в продолжении рубрики «Продукты для здоровья» из моего плейлиста на канале YouTube, именно о продуктах, рассказать об орехах. Ну и, конечно, поскольку этот ролик не просто, скажем, образовательный или какой-то информационный, но и рекламный, хочу сказать сразу, у кого аллергия на любого вида рекламы, ну, просто не смотрите, это, значит, вам противопоказано, не раздражайтесь и других не обижайте, в том числе меня. Значит, ну, а для тех, кому интересно, значит, вообще тема здоровья, а продукты питания, это всё-таки очень важное. Для здоровья, по моему, в общем-то, глубокому убеждению и, по моим знаниям, это главный фактор, который влияет на качество и продолжительность жизни человека, а тем более для тех, кто стремится к здоровому в жизни, либо уже его ведёт, то есть, по крайней мере, не только сыроедам, веганам, это может быть неинтересно, ну и кто, так сказать, только знакомится с данными видами питания, да и просто любому человеку, который, так сказать, неважно, чем питается, ну, в смысле, каким видами продукции, главное, чтобы они были чистые, не только экологически чистые, но ещё имели питательные свойства, потому как мало сейчас только потреблять даже органическую продукцию, она ещё должна обладать, так сказать, в своём составе, то есть, содержать определённые микро-макроэлементы и другие компоненты, необходимые для нормальной здоровой жизни. Что ж, сейчас об этом и поговорим. Ну, а перед вами мой блог, вернее, мой канал на ютубе, youforlove.ru, это мой сайт, а при нём есть соответствующий канал, вот, который вы сейчас видите. Если мы нажмём вот на плейлисты, то давайте сразу покажу, что в данном именно разделе, хотя плейлистов много и отдельно по здоровью, по долголетию и долгожителям, по другим темам, по органической земледелию, кого это интересует, то есть, много разных интересных, ценных видео, большое количество знаний я даю. Ну, это вот смотрите, кому что интересно. Если вам интересно всё, то я рекомендую всё-таки эти фильмы посмотреть. Во-первых, о наших продуктах, такие как шоколад, фокус, уникальнейший продукт, который содержит в себе все минералы, какие только существуют на свете, именно в коллоидной, то есть биодоступной, в хилатной форме. Об этом всё здесь смотрите, да. Про травы, мёд, там, грибные препараты, так сказать. Но про хранение продуктов, как они у нас хранятся, кстати, посмотрите. Очень рекомендую, интересный фильм. Обязательно посмотрите про, вот, знаете, когда с Хусейном по органовому маслу, с профессором Хусейном были встречи у меня, да, там. Посмотрите вот Аганьян, где по продуктам тоже мы общались. Я там, кстати, кедровые орехи в конце показывал. Посмотрите вот первую реакцию, как они попробовали орехи, которые созданы, ну, как бы, обработаны, да, по технологии, действительно, бестемпературные. Ведь до этого кедровые орехи, кто не знал, да и вообще все орехи при термообработке, скажем, отделяются от плотных оболочек. Что касается кедровых, так там 70 градусов. Они размягчаются, оболочки, потом просто они удаляются, как бы вычесываются, так и специальным барабаном. Ну, а есть технология бестемпературная, более сложная, просто дорогой аппарат, но она действительно есть. Когда открываешь такую пачку, вот они в вакуумных упаковках, просто палец засовываешь, вытаскиваешь, он просто в масле. Вот каким должен быть орех. Ну, там и вкус другой, ощущение послевкусие главное. Ну, и вот посмотрите про конфеты из меда, так называемые. На выставке мы их теперь обратно стали брать. Это так называемые медовые конфеты из особого вида меда. Там применяется яблочный пектин, который, так сказать, вот растирается пестиками деревянными. Ну, это ручное изготовление, его очень мало всегда. Это в Белоруссии ребята делают, вот, и, можно сказать, там в лесном таком хуторе, да, на лесном. Свои яблоки, свой пектин делают, так сказать, мед, вот клюква там добавляется и посыпается из дегидраторов крошкой яблочной сверху. Безумно вкусно, сыроедная продукция, вкусна для любого, даже самого там, там, любого мясоеда. Ну, про это сказал. А теперь давайте перейдем к слайдам. Как всегда, я буду показывать, немножко расскажу. И здесь не все фотографии. Там нет фисташек, нет многих других. Ну, просто я для примера вот покажу. В нашей продукции, значит, есть, допустим, орех грецкий, да, вот, скажем, очень качественно очищенный. Ну, естественно, попадаются и темные, так сказать, пленочки. Это не термическая обработка, их очень небольшое количество, но бывает это, так сказать, не без этого. Значит, что касается, вот, очень похоже с абрикосовыми косточками миндаль. Поэтому и абрикосовые косточки очень качественно, они прорастают, то есть, сыроедные, живые, так же, как и, значит, другие виды орехов, и арахис в том числе. Арахис точно без аспергиллеза, без черной плесени у нас. И это иметь в виду... Ну, его я советую, вот сразу давайте я скажу, обязательно, знаете, что с ним делать? Вымачивать на ночь, ставить воду, сначала тёпленькой водички залейте, несколько раз промойте, он прям красный станет. А вот те самые достаточно защитные, едкие вещества, ядовитые, ну, относительно, условно, скажем, вот, они вымываются, перестаёт он быть красным с третьего-четвёртого промывания, оставляете на ночь, он набухает, соответственно, но, если водичку чуть потеплее, так оболочки вообще сойдут можете, если не хотите, хотите, в них ешьте, это уже не страшно, абсолютно никаких больше в них ни красителей, ни токсичных, условно, значит, вещества уже не содержатся, но для насекомых растения просто, так сказать, себе в семенах или в оболочках семян запасают и хранят растения, таким образом специальные специфические вещества, аналогичные антибиотикам и, или, так сказать, антимикробные и прочие, так сказать, свойства, и в том числе против вредителей, условно, для них, да, которые, значит, поедают семена. Поэтому, да, но вот если сделать таким образом, как говорится, ешьте на здоровье, если это качественное, конечно, сырьё, я имею в виду качественный орех, потому что помните про профессора Кэмпбелла, что началось, когда вот, собственно говоря, изучать поехал он на Филиппины вот эту проблему онкологии, потому что именно вот при неправильном хранении, в том числе арахиса, а я подчеркиваю, арахис, почему такая проблема? Это же высокобелковый продукт, вообще орехи, это высокобелковый продукт, и тут действительно уместно сказать не о даже аминокислотах, да, так сказать, как составных частей белковой молекулы, мономеров полимерной белковой цепи, но и о белках таких, знаете, ну, в общем-то, высокомолекулярных. Сродни животным белкам, но не таким, конечно же, но тем не менее. Тем не менее, тоже высокомолекулярные, поэтому орехи вообще любые, я не рекомендую есть много. И не ешьте после обеда, то есть до середины дня. Они сочетаемы с зеленью, сочетаемы с овощами, но не сочетаются со сладостями, ни с каким ни с чем сладким. Ни в коем случае не используйте никакие там шоколадки с орехами там, или, так сказать, какие-то урбичи, это все совершенное извращение. Потому что, ну, понимаете, простые быстрые углеводы, смеси с белками, так сказать, это большая проблема, скажем так, белки непереваренными быстрее проходят из желудка в 12-перстную кишку, и дальше уже, так сказать, они не могут в полной мере перевариться, и вот этот иммунный ответ идет еще сильнее, понимаете? Тот антиген, антитело, которое в своих лекциях по здоровью, говорю, кто не понимает, кто только смотрит впервые данную мою лекцию, просто, ну, видео вернее, да, посмотрите мои лекции у меня в блоге. Я покажу потом, где в конце фильма, как все, где это можно посмотреть. Вы поймете всю эту логистику. Так вот, но он очень вкусный становится, арахис, безумно вкусный, когда вы его вот так вот замочите, да, он фактически, он начнется уже, ну, не то, что прорастание, но вот это набухание, изменение состава внутреннего, и вкус, конечно, и восхитительный. Попробуйте сделать так, именно теплой водой залить, промыть несколько раз, потом утром еще раз промыть несколько раз, и, ну, буквально разок-другой ешьте. Ну, кишью. У нас великолепно идет кишью по сложной системе очистки, ударной такой технологии. В общем, говорят и правы, в принципе, те, кто говорит, что орехи сыроедных их нет, их термобрават, не все, не все есть технологии. Их можно, ну, это меньше 0,1% составляет, то есть, ну, на самом деле есть. То есть, видите, ну, извините, если люди в космос полетели, справиться можно с любой задачей, да, вы, наверное, с этим, вот эти скептики, кто сейчас будет говорить, нет, мы, типа, знаем, все обрабатываем. Вот, наверное, можно как-то, наверное, вот есть задачи, политбюро поставило, можно? Можно. Значит, ну, вот есть находятся люди, которые на себя функцию политбюро берут, я условно так говорю, да. Вот есть, уверяю вас. Фундук, ну, тут понятно, тут все проще, значит, хотя, конечно, лесной хороший фундук, отборный, ну, и это, конечно, вкусная штука. Ну, это, как вы понимаете, горох никакой не ореха, однако, знаете, я бы что тут показал? Ну, вот посмотрите, я в прошлой серии это показывал. Ну, вот маш у нас вот этот есть, высоковый зеленый, он не вареный, не вконсервированный, он реально вот так вот хранится, это оболочки нетронутые, вот у нас есть, по-моему, даже, ой, в двух видах, просто это семенной фонд, великолепный, качественный, вот мы его и так, и так продаем. Ну, по сути, это не важно, вот он должен быть такой вот, он и прорастает, естественно, этот горох очень вкусный, когда замоченный, он зеленый, ну, такой становится, знаете, как тоже на бух крахмалы переходит с поля сахаридов. В принципе, пророщенный горох безумно вкусный и полезный, ну, кто варит, тот уже варит, это ладно, так сказать. Вот теперь уже, коли про орехи мы, в принципе, поговорили, а вы просто знаете, как сделаете, зайдите на наш сайт, вот давайте, я вам потом еще кое-что расскажу, вот на наш сайт nadgar.com по продуктам, скачать прайс-лист, вот как раз он общий по продуктам. Дальше идут другие прайс-листы наши, всегда внизу располагается, если какая-то ярмарка предстоит, там на предстоящие числа будут написаны, какое число, спецпрайс, что мы берем на ярмарке с собой. А так вот, доставка и оплата, раздел, вот вы открываете, смотрите условия, если вы в другом городе, мы отправляем, пожалуйста, смотрите только условия. Видеоролик вот этот посмотрите обязательно, где он тут, вот этот, как делается правильно, заказ составляется, чтобы не было ошибок, проблемный, прайс-лист нам с заказом своим отсылаете. А вообще, вот мы его, допустим, открыли, вот мы его открыли, и вот мы видим, значит, где-то в середине прайса, в первой его половине, вернее, ближе к первой половине, вот, и сухофрукты, и орехи разные, да, ну, и обновляется он каждую неделю прайс. Так что вот посмотрите, вот условия обязательно, если вы в другом городе, пишите свои данные, ну, если в Москве хотя бы телефоны и почту электронную, это понятно, и присылайте. Итак, прайс, ладно, все с ним понятно, давайте посмотрим дальше, что я вам хотел показать. Ну, кукуруза, как бы, вот если кто-то наблюдательный увидит тут иней, это мороженое, потому что самая полезная кукуруза, когда она, ну, конечно, молочной зрелости, безусловно. Она вкусная, сладенькая, она, еще некоторые удивляются, неужели так не вареное есть можно, вот есть такие люди. Я, честно говоря, поражаюсь, как сказать, а как можно по-другому есть? Не, я понимаю, когда приучат человека к чему-то, он будет есть то, что вот к чему его приучили, будет считать это нормальным. Ну, немножко надо вот оторваться от вот каких-то, знаете, таких шор, что ли, вот этих вот, ну, слушайте, ну, в природе вот натуральная хорошая продукция, она вкусная, просто вот если, ну, все сезонно, вот она растет там, ну, например, в течение месяца вы можете поесть прекрасную свежую молочную кукурузу. Ну, конечно, тут очень важно, чтобы она была органическая хотя бы, потому что она из почвы высасывает все, буквально, и тут тяжелые металлы и прочее, поэтому, конечно, выращенные в экологических местах, это важно, ну, или сами на участке выращивайте. И вот просто замораживайте, мы как делаем, берем, причем кукуруза, она ведь сладкая не всегда бывает, знаете, как вот равномерно вся с початков, с каждой, так сказать, даже одного растения, значит, повыше сладкая, пониже еще нет, не налилась. Ну, собираем, и вот мы отрезаем кончик, буквально отламываем или отрезаем ножом, и пробуем каждую, перед тем, как вот ее, значит, глазурировать, воду окунаем, потом замораживаем, а потом уже складываем по 3-4 в пакетики. Ну, и таким образом нашим клиентам продаем. Соответственно, если это зима, на улице отправляем, так сказать, с другими замороженными или не замороженными, но которые можно замораживать продуктами, типа орехов, там, сухофруктов, шоколада нашего, и отправляем без проблем в другие города. Но если на улице плюс уже или лето, то тогда, значит, в специальных контейнерах, ну, а при этом-таки не очень далеко, не более двух суток, а если более, то там надо просто большую термомассу. Поэтому специальные термоконтейнеры, килограмм по 20-30, можно и на неделю отправить. Это все отдельно обсуждается. Просто не отправляем по... кто-то заказывает там все, например, вы знаете, там, обычное, не замороженное, и замороженное какую-нибудь баночку земляники, там, перетертую с сиропом, например, замороженное. Ну, естественно, мы это не отсылаем, пожалуйста, так не заказывайте. Просто чтобы не отписываться, не друг друга понимали с полуслова, что называется. Вот очень хорошее у нас есть квашение. Об этом мы когда-нибудь... я отдельно сделаю тоже ролик. Именно квашеная капуста, мелко шинкованная, она в бочках изначально в дубовых хранится. Ну, не только в дубовых, но там в дубовых больше все-таки соленья, тут квашения идут, значит, нет, ну, хотя и в дубовых тоже. И главное, это ведь ферментированный продукт, очень полезный, потому что там и бактерии начинают жесткую эту клетчатку. Почему она мягкой становится? Потому что бактерии начинают разлагать, поедать, как бы, но на выходе их продукты метаболизма, это как раз многие витамины, в том числе, кстати, B12. Потому что бактерии именно разлагают, понимаете? То есть, почему это такой полезный продукт, который даже вот в книге, если Шмелёва почитать, воспоминания, то как его дядька, вот этот рассказ опытный мужик, говорит, для русского мужика зимой первый продукт какой? Квашеная капуста. И вот потому что она даёт, конечно, сил от чего? И от того, что именно много полезных питательных компонентов. Не только в биодоступной форме все минералы там, но и ведь именно продукт, разлагание вот этой переработки клетчатки, именно вот это на выходе витамины, аминокислоты как раз. То есть, соответственно, составные части белков будущих, которые в каждой клетке организма у человека в рибосомах, в органеллах таких, всё равно синтезируются. То есть, белки, дорогие друзья, кто ничего не знает, они вообще не должны в принципе поступать в организм, то есть, в цельном виде. Всё равно их надо разобрать до аминокислоты, а это сделать порой непросто. Непросто. А вот именно высокомолекулярные белки. А вот аминокислоты, всё равно составные части белковых молекул, главное, чтобы они поступили в организм в полном должном количестве. Но ещё, кстати, доквашивает их, то есть, досинтезируют и наши кишечные микрофлоры, аминокислоты тоже синтезируют. И вот это, что называется, в бочке, ну то есть, как бы кишечник в банке, в бочке получается, тоже синтез идёт аминокислот. Ну, а потом мы потребляя это, легко это всё усваивается, доходит до каждой клетки и синтезируются из аминокислот уже белки, которые нужны данной клетке в данный момент времени. Это такой прекрасный продукт, практически я про него рассказал. Ну, конечно, у нас органическая только своя, значит, это капуста и морковь и всё прочие ингредиенты, поэтому это важно. Ну, а потом просто в пятилитровые пластиковые банки фасуется, потому что, ну понятно, из банки трёхлитровой, ну и стекло, во-первых, бьётся, и как это вытащишь. Ну, мы-то храним это при нуле, при плюс двух, поэтому никакой, так сказать, передачи из пластика чего-то нет. Да потом, не бойтесь, пищевой пластик при низких температурах, именно пищевой полипропилен, он, полиэтилен, он вообще абсолютно не вреден, так сказать, потому что только при высоких температурах идёт передача элементов в пищу. Так, ну это так вот кадры, я покажу, что про овощи, я потом как-то отдельно расскажу. Это вот у нас такой осенний, последний, поздний осенью сбор уже, знаете, маленькие томатики разные, значит, вот огурчики, тут яблоки пошли в рожай, поэтому вот видно, что это осень. Вот так вот, значит, ну вот храним мы, правда, у нас сейчас прямоугольные баночки, это старые фотографии, просто я его нашёл в архивах, разбирался, в таких морозильниках Липхер при минус 25-28, это разные вот ягоды замороженные, перетёртые с сиропами, да, про них у меня есть видеоролики, кстати, вы можете тоже посмотреть на сайте надгар.ком, и в блоге записаны. Ну, шоколад отдельная тема, про него было видео, обязательно посмотрите его, я советую, чтобы там подробно всё рассказано, но вот этот так называемый молочный сыроедный живой шоколад уникальный. Очень рекомендую попробовать, кто ещё не пробовал. Конечно же, разные виды мёда, про него я сниму ролик, это вот в данном случае дикий мёд сборной Абхазии, мёд, который, так сказать, без, ну, рук человека создан, то есть там нет ни рамок, ни вощин, ничего, то есть, пчела сама строит вот эти языки так называемые, типа сталагнитов, и, соответственно, потом просто они отрываются, упаковываются, перевозят. То есть, это, конечно, очень ценный и полезный мёд. Не забывайте о нашем мыле, кто его не пробовал, вы знаете, я вот по нему ещё сделаю всё-таки отдельный ролик, хотя они тоже есть старые мои двухлетней давности, в сети найдёте, в блоге у меня или на канале Ютуба, но, тем не менее, попробуйте, это действительно мыло уникальное, только эфиры и масла, растений и вода, и более ничего. Значит, вот это посмотрите. Ну и, конечно, наши масла, которые мы выживаем из семян, у нас их более 15 видов. Ну, а последний вот ролик я решил, знаете, почему это поставить? У меня же вот в Пушкинских горах, а это кадр именно Пушкинских гор, ну, это ещё старый, того лета, прошлого года, от данной момента съёмки, и, конечно, сейчас много изменений. Те домики отдельные уже, так сказать, все, внутренняя отделка идёт, последних гостевых домиков, тут всё готово для приёма гостей. Приезжайте к нам в Пушкинские горы, и, конечно, я буду устраивать в этом текущем году и каждый год по несколько конференций, по несколько таких, знаете, живых занятий, семинаров по органическому земледелю и по экологически чистому строительству. Ну, опыт у меня более, уже лет 20, то есть каждый день идут стройки 20 лет подряд, причём по экотехнологиям и с применением только эко-материалов. Огромные знания, тысячи контактов, которые я потом даю после ярмарок, после, извините, ярмарка на днях, поэтому я думаю про неё ролик тоже снимать и как бы на языке. Именно после семинаров всем, кто приезжает. Ну, и будет возможность пообщаться у нас лично. Маленькие группы, небольшие, человек по 10-20 я набираю, более просто нельзя, чтобы качественно провести. И поэтому приезжайте, следите, подписывайтесь вот здесь, во-первых, на сайте nadgar.com, в самом низу, на рассылку. Ну, значит, во-вторых, подписывайтесь в блоге у меня, youfrolov.ru, значит, вот подписывайтесь тоже на, ну, информационные рассылки. Там внизу вот есть, сейчас я вам даже покажу, вот здесь, видите, e-mail рассылка. Подпишитесь, и внизу написано подписаться. Не поленитесь, потому что если вы это сделаете, то, соответственно, вы будете получать новости постоянно, какие-то новости от меня. Что ж, дорогие друзья, я думаю, что полезного что-то вы для себя услышали. Хорошие качественные орехи можно есть и кедровые, и пекан, и все это. Либо покупайте, ну, если вы уверены, у очень надежных, хороших, проверенных поставщиков, либо что-то кто-то выращивает сам на юге страны, например, те же, да, орехи некоторые, или лещины и в городе. То есть, в этом, за городом, в деревне, в лесах все-таки где-то еще растет, поэтому... Ну, а если хотите, то, пожалуйста, в нашем лице вы найдете надежных, честных поставщиков. Качественные продукции – это наше дело, с которым мы относимся с любовью, с душой. Это не бизнес больше даже, потому что у меня их много, виды бизнеса. Это, ну, знаете, как бы... Ведь это для себя я все изначально начинал, а потом вот просто, что называется, чтобы был хороший ассортимент, тут нужно очень серьезно создавать хозяйство, базы. Поэтому, вот, собственно говоря, так это в дело и перешло. Ну, и, конечно, пишите, дорогие друзья, те, кто уже пробовал нашу продукцию, не поленитесь, вот данные виды какие-то, может, по орехам, может быть, там, внизу, прямо вот под данным видео. Ставьте, как говорят, это сейчас лайки, то я говорю, пальчики вверх, если нравится вам, ну, и хотите, чтобы продолжал. Не поленитесь. Ну, а кто хочет вниз поставить, не нравится-то, не понимаю, правда, почему, ну, напишите тогда. Опять-таки, я вот прошу каждый раз, ну, есть люди, которые прям первым делом приходят и ставят обязательно, ну, так сказать, вот вниз, назло, не пишут ничего при этом, что же их так перевернуло, поперек горла встало. Ну, а лучше всего вообще просто не смотреть мой канал тогда, правда ведь? Ну, зачем мы с мазохизмом заниматься? Ну, что ж, дорогие друзья, желаю крепкого здоровья вам всем. Увидимся, до новых встреч, скоро будет много других из разных других плейлистов, то есть тем моих видео. А пока на этом прощаюсь, всего вам самого лучшего, до свидания.